Здравствуйте, я Дмитрий Шапкин и это программа «В свете закона». В ней мы озвучим самые разные юридические вопросы, которые касаются жизни каждого. Это программа «Диалог с сотрудниками областной прокуратуры», где мы озвучиваем реальные вопросы, которые областную прокуратуру присылают наши граждане. Спрашивайте, присылайте свои вопросы и проблемы, обращения в прокуратуру области, оттуда их передадут в нашу студию, ну а мы и затем здесь озвучим их в эфирах наших будущих программ. Я представляю гостя нашей студии сегодня, это прокурор Мичуринского района, старший советник вестиции Юрий Положников. Юрий Ильич, добрый день. Добрый день. Вот последний раз мы с вами виделись прошлой осенью, да, прошло время, и сегодня мы с вами разговариваем о законодательстве об административных правонарушениях. Тема очень широкая, я уже понял, наверное, скажем так, она необъятная, и даже тема ни одной передачи, да. Первый вопрос, вообще в каких случаях прокурор имеет право возбуждать дела об административных нарушениях? Ну вот 11 апреля 2023 года, буквально совсем недавно, Конституционный суд разъяснил, какие дела может возбуждать прокурор. Раньше кодексом об административных нарушениях были регламентированы определенные статьи, которые относились только к подведомственности прокурора. Сейчас же прокурор, согласно постановлению Конституционного суда Российской Федерации, может возбуждать дела не только в тех случаях, которые установлены, кодексом об административных правонарушениях, но и тогда, когда уполномоченные органы не определены по этим статьям в силу каких-то причин, или эти органы не отреагировали должным образом на совершенное преступление. То есть спектр полномочий прокурора существенно расширен. Расскажи, пожалуйста, произошли ли какие-то изменения в законодательстве, которые ограничивают привлечение подростков к курению сигарет, вейпов и других заменителей? Тоже очень актуальный вопрос, потому что недалее как 9 мая были существенно увеличены штрафы за нарушение в сфере потребления табака и продажи его, а именно уже сточена ответственность за вовлечение несовершеннолетников в процесс потребления табака или иной никотиносодержащей продукции. Штраф теперь составляет от 2 до 5 тысяч, они выросли в два раза. Если же нарушение совершено со стороны родителей, либо каких-то иных законных представителей, то от 5 до 7 тысяч рублей. Ну а больше всего выросли штрафы за продажу несовершеннолетнему табака и никотиносодержащей продукции, либо каких-то устройств для курения, кальянов. Например, юридическое лицо теперь за это правонарушение отштрафует от 400 до 600 тысяч рублей, что безусловно для наших предпринимателей, и для ИП, для мелкого бизнеса является весьма существенной суммой. Расскажите, пожалуйста, какие еще изменения в кодексе об административных правонарушениях внесены в последнее время? Ну вообще весна была богата на изменения в законодательстве, в том числе и в кодекс об административных правонарушениях. С 25 апреля сего года начали действовать новые правила исчисления сроков давности привлечения к административной ответственности. По общему правилу срок исчисляют со дня совершения, то есть когда совершил лицо. Общий двухмесячный и трехмесячный срок исчисляют в календарных днях, их число, соответственно, 60 и 90. Запретили законодатели применять к срокам давности такие положения, как то, что срок в виде периода начинает течь на следующий день после дати события, и если срок в виде дней завершается в нерабочий день, то последний день срока – это первый, следующий за ним рабочий день. С 9 мая опять-таки, вот там целый пакет был принят, различных поправок в кодекс об административных правонарушениях, установлена ответственность за продажу лекарств без рецепта. Речь идет о тех препаратах, которые подлежат предметно-количественному учету. То есть тут поставили определенные рамки для тех, кто эти лекарства продает. Довольно серьезное наказание для фармацевтов установлено здесь. Это для должностных лиц, то есть для обычных фармацевтов-провизоров от 10 до 20 тысяч, или дисквалификации от 6 месяцев до года. Для индивидуальных предпринимателей до 100 тысяч, а для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Это все нововведения или какие-то еще в этом году были? Нет. Кодекс сейчас пополнился новыми составами правонарушений, либо частями уже действующих статей. Так, например, очень большой блок изменений был внесен в отношении операторов сотовой связи и вообще вот на эту тематику осуществления сотовой связи, продажи сотовых телефонов. Так, теперь за заключение договора операторам через интернет, непредусмотренным каким-то способом, установлена административная ответственность. Это штраф от 30 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц и на юридических от 300 до 500 тысяч рублей. Предусмотрена теперь ответственность за оказание услуг абоненту, который предоставил недостоверные сведения, либо без проверки сведений об абонентах. То есть вы сами понимаете, что здесь все направлено на то, чтобы весь вот этот вот огромный рынок привести в какое-то более-менее упорядочение, чтобы было понятно, кому выдана эта сим-карта, каким образом соблюдены все эти правила, а в случае их несоблюдения, естественно, возникает вот такая административная ответственность. Ввели статью непредоставления в Роскомнадзор информации для мониторинга достоверности сведений об абонентах и пользователях. То есть вы понимаете, что в наше такое вот время очень противоречивое, нелегкое Росфинмониторинг стал обладателем довольно больших функций. Естественно, отказ оператора связи в предоставлении этих сведений теперь регламентируется статьей Кодекса об административных промышлениях. Там тоже большие штрафы на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических от 300 до 500 тысяч рублей. Вот, кстати, вы сказали про Росфинмониторинг. Вот буквально, наверное, на днях пришла информация о том, как в Тамбовской области накрыли, ну, скажем, такую орггруппу, которая занималась теневым банкирством. И в том числе здесь, в Тамбовской области, работали наши представители полиции, представители федерального управления МВД, и Росфинмониторинг тоже привлекался к этим вещам. Там огромный объем, там люди обналичивали деньги, и за два с половиной года через них прошли больше трех миллиардов денег. Ну, это уже очень серьезная уголовная ответственность. Но в любом случае Росфинмониторинг работает не только на этом, но и потому что все, в принципе, вот эти вот те же самые мошенничества, обналичивания, все же оно может идти через тех же операторов сотовой связи. Вот эта вот темная серая масса карт этих мобильных телефонов и так далее, и так далее, она в любом случае должна быть учтена, чтобы было потом понятно. Расскажите, вообще претерпели ли какие-то изменения ранее действовавшей статье КААП вообще по данной тематике? Ну, вот эти весенние изменения, да, безусловно, произошли они, и в основном все они были направлены на ужесточение административного наказания, на более жесткую ответственность. Опять, то, что касается связи, то теперь за заключение договора оператором с неустановленным лицом повышен штраф до 50 тысяч рублей на должностных лиц, на юридических до 500. За невключение сведений об абоненте в договор или включение недостоверных сведений, потому что часто бывает, когда человек там вместо паспорта показывает какую-то там фотографию чьего-то паспорта, либо просто говорит какие-то сведения, не соответствующие действительности. Тут тоже ответственность на должностных лиц до 50 тысяч рублей штраф, а на юридических до 500. Непредоставление или несвоевременное представление доверенным лицом оператору договора, заключенного с абонентом, тоже штрафы идентичные, до 50 тысяч на должностное, до 500 тысяч на юридических лиц. Что касается новых статей, которые появились по данной тематике, предусматривают ли какую-то ответственность они в сфере рекламы и информации? С 17 февраля 2023 года законодатель ввел новые составы правонарушений как раз в сфере рекламы и информации. Теперь могут оштрафовать за неисполнение обязанностей владельцами информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию. Максимальный штраф для юрлиц тоже 500 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 1 миллиона. Роскомнадзор рассматривает административные дела по данным статьям. Ввели также ответственность для рекламораспространителей и операторов рекламных систем за отдельные правонарушения в сфере распространения социальной рекламы. Сейчас могут оштрафовать рекламы распространителей, если он не направит оператору социальной рекламы сведений об объемах, способах, формах и средствах распространения рекламы на информационном ресурсе. Тоже большой штраф для юрлиц до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении до 1 миллиона рублей. Серьезное наказание все-таки только ощутимое. Я и говорю, что в принципе все эти нововведения, они направлены прежде всего на то, чтобы ответственность была более жесткой. Для того, чтобы и юрлица, и должностные лица, прежде чем совершить правонарушение, все-таки задумывались над тем, что штраф-то серьезный. Действительно ли вообще законодательство об административных правонарушениях является одним из самых часто изменяемых? Как вы правильно сказали в начале нашего разговора, административное законодательство – это огромнейший просто блок правовой. он регламентирует все, начиная от бытовых каких-то вопросов, содержания дворовых территорий, как себя вести в квартире, до каких-то космических исследований. Поэтому весь этот огромный комплекс статей меняется в соответствии с тем, как меняются общественные отношения. Общественные отношения не стоят на месте, это связано и с тем, что очень быстро развивается и прогрессирует компьютерные какие-то технологии, технологии, которые касаются средств связи и так далее. И поэтому законодатели просто вынуждены вводить новые составы, изменять степень ответственности, увеличивать эту степень ответственности, санкции увеличивать, дополнять, изменять действующее законодательство, которое регламентирует, как я уже говорил, практически все сферы жизнедеятельности. Потому что, как чаще всего бывает, на упреждение законодатель не работает. Но он работает очень быстро, когда появляется что-то новое в общественной жизни. Появилось, оценили, проанализировали, появляется новая статья. Увидели статью, да, она работает, но штраф настолько маленький, что, в общем-то, лицо, которое совершает правонарушение, он очень так поверхностно и легко... Смотрел, лыбнулся дальше. Да, 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 да. Свои действия. Юрий Ильич, я вот очень надеюсь на то, что, скажем так, вот то, что вы сегодня сказали, оно действительно будет сбываться, сбываться не только для Мичуринского района, вообще для всей нашей области, и вообще в целом для всей нашей страны, да. Действительно, административный кодекс – это необъятное такое, необъятное поле для деятельности, да, которое просто регламентирует, ну, человеческие, скажем так, часто, добрососедские, партнерские отношения и многие-многие другие, да. Вот насколько мы будем цивилизованными, насколько мы будем человечными, насколько мы будем больше людьми, да, настолько мы будем, наверное, реже нарушать вот этот самый административный кодекс, да. Ну, да. Я желаю, чтобы этих нарушений было меньше и в районе, и в городе, и в областном центре, и вообще по всей стране нашей, да, и, ну, и в целом, чтобы мы были немножко более цивилизованы, потому что, ну, как бы, время не стоит на месте, оно идет, мы развиваемся. Хотелось бы, чтобы эта сфера развивалась тоже. Ну, это свод правил, и их надо соблюдать, поэтому иного выхода нет у нас. А мы будем, как надзирающий орган, смотреть за более четким, правильным соблюдением, исполнением законодательства. Я благодарю вас за интересный ответ, и очень надеюсь, что еще не раз вы у нас будете в студии, и вот об этой теме мы поговорим, и о каких-то нововведениях вы нам еще расскажете. Да, хорошо, конечно. Ну, а я напоминаю нашим зрителям, что свои вопросы вы можете задать в областную прокуратуру, их затем передадут в нашу студию, ну, а мы озвучим их в наших будущих программах. На этом мы завершаем нашу программу. До следующей недели. Всего доброго.